Час в час. Минута в минуту. Радио Болтком. Голова предмет темный, исследованию не подлежит. А мы попробуем. Врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник-Мартов исследует события недели, поставит диагноз и назначит лечение. Нет, это не болезнь, это позиция от неграмотности. По понедельникам, когда нам особенно тяжело, в 16 часов. Лечебно-политическая и общественно-профилактическая программа «Диагноз недели». И тебя вылечат. И тебя тоже вылечат. Не только по понедельникам нам особенно тяжело. Говорят, понедельник – тяжелый день. Действительно, как-то будем справляться с этой ситуацией, заглядывать в подсознание. И у нас, как обычно, по понедельникам психиатр и психотерапевт Ариэль Резник-Мартов. Здравствуйте. Здравствуйте, Георгий. А чем сегодня? Я бы с удовольствием говорил о чем-нибудь приятном. Но во времена ковида, я помню, когда была эта первая волна, и во-первых, передача ковиде, и уже вроде все было сказано. И я надеялся, что мы никогда не вернемся. Приходится. Мы говорили в прошлой передаче, и вообще говорим, что да, у нас есть возможность для самореализации, для самоуглубления и так далее. Давайте будем откровенны. Это все утешение, конечно, но так себе. Нет, я все-таки в большей степени настроен оптимистически. Я сужу, конечно же, по себе, все очень индивидуально, и мне как раз-таки вот эта вот изоляция помогает. Я как-то больше концентрируюсь или сосредотачиваюсь на вещах, которые действительно для меня важны. Они как-то возникают, вот эта вот значимость этих вещей возникает как раз в процессе уединения. Не знаю, у меня так получается, когда откидываются какие-то второстепенные вещи, и начинаешь сосредотачиваться на чем-то важном. То есть вы, Георгий, по призванию отшельник и анахарет. Анахарет – хорошее слово. В большей степени я, наверное, подхожу к определению отшельника. Да, мне нравится уединение. Это не одиночество. Уединение очень хорошо себя чувствует. Но это мой такой субъективный, наверняка, опыт. Вот что касается народонаселения, то я знаю, что у людей разное по этому поводу мнение и состояние души. Вот, что в большей степени наверняка беспокоит психотерапевтов и психиатров. Уединение – хорошая вещь, только не так, когда он навязан законодательными нормами. Экология души, вот, в большей степени можно было бы назвать уединение, в моём случае. Там, где экология души, рано или поздно появится какая-нибудь Грета Тунберг души. Не будем, будет лихо. Я о чём хотел сказать. При всех утешительных факторах и любви к отшельничеству и уединению мы, увы, столкнулись с рядом крайне неприятных вещей. Мы столкнулись с ограничениями нашей жизни, с обеднением впечатлений. Мы столкнулись с массой неприятных эмоций. И как же нам со всем этим справляться? Ещё почтенный Зигмунд Фрейд открыл явление психологических защит. То есть, наша психика всячески старается минимизировать ущерб, наносимый нам различными отрицательными эмоциями. И эти защиты начнут от нас развиваться с самого детства. Мы ищем способ справляться с неблагоприятными ситуациями. Потом отразвивала его дочка Анна Фрейд, потом ещё легион психотерапевтов, психологов. Но сейчас, вот в той, с которой мы находимся, без защит никуда. Мы вынуждены как-то справляться с обрушившими на нас дискомфортом. Вот ныне популярный термин «ковид-диссиденты», на них люди злятся, не без оснований, наверное. Но, по сути-то, это люди, которые каким-то образом пытаются справиться с обрушившись на нас бедой. Каждый по-своему. И защит множество, их очень много. И не все они, но многие, я думаю, применимы к нашей ситуации. И первый, один из самых простых, самых примитивных видов защиты – это отрицание. Чем и занимаются множество людей. То есть, что мы, когда мы отрицаем существующую проблему, мы говорим, что это не так, это неправда, она не существует, мы таким образом пытаемся избавиться от всех связанных с ней негативных эмоций. И когда мы отрицаем, давайте будем откровенны, отрицая, что существует ковид, отрицая, что это отдельное заболевание с достаточно мрачными последствиями, а не просто грипп, которым мы болеем каждый год, мы отрицаем что? Мы отрицаем возможность своей смерти. Мы отрицаем собственную хрупкость и уязвимость. Мы отрицаем хрупкость и уязвимость наших близких, за которых мы, конечно же, боимся. Чем старше они, тем больше за них боимся. И я думаю, что отрицание на сегодняшний день самых распространенных способов защиты. Для этого не надо далеко ходить. Мы залезем в любую социальную сеть, включая тот же Фейсбук, и мы найдем массу невероятно ценных мнений. Обычно эти мнения высказывают люди от медицины крайне далекие. О том, что все это выдумки, о том, что все это обычный грипп, масса прекрасных советов, типа не надо никуда ходить лечиться, сидите дома и пейте чай с лимоном, и все пройдет. Вот, очевидно, энное количество умирающих каждый день, просто те, которые не любят чай с лимоном, я так понимаю, и таким образом не уберегают себя. И отрицание существования этого вируса, отрицание существования всего потока симптомов, отрицание, казалось бы, очевидных вещей, существующего количества заболевших, существующего количества покойников и так далее, и так далее. Но это страшно на самом деле. Тенденция приобретает такой какой-то лавиобразный массовый характер, надо сказать, что общественность очень сильно разделяется в этом плане, и мы видим в пятницу, в частности, выступления какие-то даже по этому поводу предполагались. И вообще все то, что происходит не только в нашей стране, а вообще глобально в мире, люди действительно разделены на несколько лагерей, которые утверждают, что кто-то говорит, что это вообще заговор, ничего такого нет среди моих друзей, такие люди тоже существуют, и они убеждены, и это тоже защита получается своеобразная. Это защита, конечно же. Ну, на самом деле, большинству, ну, не вот, наверное, молодежи, нет, но большинству людей заболеет страшно. И чем человек старше, и чем больше у него каких-то побочных проблем со здоровьем, тем ему страшнее. В том спортивном зале, в котором я занимаюсь, ходил один человек, который был достаточно скептически настроен, но все, как он пришел и сообщил тренеру, что умерло трое его знакомых в интервале от 40 до 50 лет, он как-то стал к этому относиться несколько серьезнее. Вот, поэтому отрицание, наверное, работает до определенного момента. Можно, конечно, закрыв глаза и уши, заскнув уши, кричать, нет, этого не существует, но оно, и дальше отрицание приобретает самые разные формы, но в частности вот те самые конспирологические теории. Я думаю, что это может быть где-то в отдельную форму защиты, это создание различных форм новой реальности. Вот конспирологическая теория, как мне кажется, я когда-то обсуждал с моими друзьями, мы говорили о религии, и у меня была мысль, что одна из самых важных функций религии – это мысль о том, что есть кто-то большой и очень важный, которому до тебя есть дело, которому не все равно, как ты живешь, грешишь ты, не грешишь, соблюдаешься какие-то проблемы, не соблюдаешь, который за тобой следит, он тебя или накажет, или наоборот чем-то вознаградит за праведную жизнь. То есть очень страшно думать, что у тебя дела нет никому, что это такая статистическая случайность, промелькнешь, исчезнешь, и все это будет абсолютно незамечено. Вот мне кажется, конспирологические теории, они может о том же самом. Очень приятно думать, наверное, о том, что где-то сидят люди, Билл Гейтс, еще кто-то, кто только и ждет, как бы тебя вакцинировать, чипировать, облучить 5G и истребить. Вот недавно порожденная история о концлагере на Кипселе, фельдшер Маринес, не ошибаюсь. Да, да, да. Да, который, насколько я понимаю, грешен, я сам это, хватит смотреть, у меня сил не было, но насколько где-то первый текст, на Кипселе уже какие-то ковид-койки, на самом деле это концлагерь. Это не для лечения, это для изоляции людей. И это тоже история о том, что кому-то мы все, кто-то к нам не безразличен, кто-то хочет нас обмануть, перехитрить, пометить, взять на учет, истребить и так далее, и так далее. Точно так же люди, которые приходили к мне на прием, сейчас кто-то спрашивал, а меня на учет не поставят? Посчитают. Да, я придумал какую-то более-менее корректную форму ответа, кому вы, собственно говоря, нужны ставить вас на учет. Вот. Так вот, одна из вещей это отрицание, а количество вариаций его крайне велико. Есть замечательная форма сопротивления, называется она вытеснение. То есть вытеснение – это когда некая болезненная, неприятная для нас информация, она настолько дискомфортна для осознания, она настолько болезненна, что справляться с ней невозможно. Жить в боли это и невозможно. Поэтому это вытеснение срабатывает, и вся ситуация, вместе с какими-то деталями, практически, которые, невозможно игнорировать, она забывается. Она уходит из сознания в бессознательное и вроде как перестает существовать. И вроде как это хорошо, потому что забыто, когда товарищ Сталин, нет человека, нет проблемы, нет ситуации, нет проблемы. Мы забыли ситуацию, мы забыли связанные с ней неприятные эмоции, мы забыли людей с ней, мы все забыли. Это чаще работает у людей в какие-то детские времена, но я, например, по ходу своей практики неоднократно встречал вытесненные воспоминания в достаточно взрослом возрасте, по ходу психотерапии вдруг всплывают, человек искренне удивляется. Например, человек, который у члена своей семьи энное количество лет назад в телефоне увидел крайне шокировавшие его фотографии. И эта ситуация получила какое-то объяснение, я так понимаю, не очень убедительное, и была благополучно вытеснена. Достаточно взрослый человек просто забыл, забыл ситуацию, которая была ну сколько-то лет назад, уже вполне осознанного возраста. И только по ходу терапии эта ситуация вспомнилась, всплыла и привела человека в удивление, и выплеснулись те самые вытесненные отрицательные эмоции, которые тогда бушевали. Пришлось переживать заново, что, наверное, и хорошо, потому что лучше эти эмоции пережить, переработать и выбросить вовне, чем бесконечно хранить внутри себя. Вот вытеснение, я думаю, имеет место в ситуации с ковидом тоже. То есть есть вещи, которые сложно отрицать. Есть свидетельства врачей, которые работают здесь, в нашей же стране, рядом с нами. Есть ежедневные сводки по всему миру о том, что происходит. Есть ежедневные наверное вести от знакомых, потому что если когда-то раньше в первую волну вопрос, а ты лично знаешь кого-то, кто болел ковидом? Не знакомый знакомых, вот лично ты знаешь, в Латвии многие говорят, нет, не знают только. Ну, откуда ты делал, что это правда? Вот на сегодняшний день уже трудно говорить, что ты не знаешь лично никого, кто болел бы ковидом. По крайней мере, лично я знаю довольно-таки много людей. И поэтому вот эта информация, которая мешает нам отвлекаться, мешает нам делать что-то, что это не существует, она вытесняется. Получается, это своеобразный уход от реальности, так или иначе. Мы пытаемся изменить свое отношение к ситуации, меняем свое отношение, но ситуация от этого не меняется, меняется наше отношение. Мы думаем по-другому и в результате получается какой-то просто уход от реальности не похоже ли это на закапывание в песок, как они любят делать страусы. Да, ну, значит, страус, по-моему, это известный миф, что они это делают. По-моему, вообще так много мифов, которые мы привыкли верить. Тоже своеобразная защита, наверное. Ну, что опять надо подчеркнуть, что у всех защит, у всех защит характер бессознательный. То есть, не то, чтобы человек сказал себе хитро, улыбаясь, а возьму-ка я и забуду все это, или сделаю, что это не существует. Все защиты искренне и работают бессознательно. Они действуют именно таким способом, что мы на осознанном уровне не понимаем, что мы искажаем реальность. Реальность не всегда искажают, они всегда бессознательны. Это и есть отличительная черта подобных вещей. Что в этом плане осознанного можно было бы как-то предложить нашему слушателю вообще, хотелось бы осознанно предложить радиослушателям принимать участие в нашей беседе, потому что у нас есть два телефона, подключенные к нашему радииному пульту с номерами 6721-29-39, 6721-39, звоните, если у вас есть вопросы, как психологически защищать собственную личность, особенно в период пандемии, можно задавать свои вопросы нашему гостю Резник Мартов. Сегодня у нас психотерапевт и психиатр сегодня в студии. Что еще у нас есть способов защиты? Есть то, что мы называем проекцией. Ну, если совсем упрощенно, мы на кого-то проецируем то, что нам очень не нравится в себе самом. Внутренние негативные чувства, которые касаются нас, мы переносим на кого-то и за это его, этого кого-то осуждаем, обвиняем и так далее. Поэтому, мне кажется, когда начинаются эти бесконечные стычки, особенно в социальных сетях, в силу карантина и социальной изоляции, стычки, может быть, к счастью, возможно, только в социальных сетях. Это не переходит в рукопашную на улицах нашего города. Вот, недавно был, на выходных пикет людей, которые против ковид-ограничений, но он прошел миромирно, окруженный полицией и так далее, и так далее. Так вот, если мы почитаем массу пороков, которые мы находим в окружающих, обычно тех, кто ни одного мнения с нами, мы их обняем в чем угодно, начиная от глупостей, кончая неуверенностью в себе, внушаемостью для официальной пропаганды и так далее, и так далее, и так далее. Вот, потому что все, в чем мы обычно обвиняем малознакомых нам людей, это все обычно то, что стоит поискать в себе. Начни себя, да, начни, ну, заметь, происходит понятная история. Одна из замечательных форм выплеска вот такой вот энергии, это агрессия. Агрессия, которая направляется на окружающих или на самих себя. Ну, один из способов ухода от реальности, мы прекрасно знаем, это различные зависимости. То есть, когда мы начинаем глушить в себе эти отрицательные эмоции, это с помощью неких средств, а если глушить мы их нечем или мы не хотим глушить, тогда у нас находится некий объект, который мы эти эмоции проецируем, и он остается за все ответственным. То есть, это сильно облегчает нам жизнь, когда есть кто-то виноватый, когда есть кто-то, кого мы можем осуждать за неприятные в себе вещи. кто-то мне недавно говорил, искренне верю, что люди, которые не одной из них точки зрения, обычно люди или продажные, или глупые. То есть, человек совершенно искренне, то есть, принять, что существует другая отличная точка зрения было просто невозможно. Все были продажные, или глупые, я поинтересовался откуда такая убежденность и с чего человек в себе эти мысли достал. Человек себе прислушался и слегка удручился. Что еще у нас есть? У нас есть такая замечательная защита, как рационализация. Когда мы чего-то не хотим делать, мы найдем всегда некое рациональное объяснение. Чему угодно. Страх у него рациональное объяснение, любой реакции избегания мы найдем рациональное объяснение. Оправдание. Да, и это тоже вечная история, она намного старше ковида, была за века до ковида и будущего века после ковида. Ну, например, рациональное объяснение, почему я недавно вакцинироваться. ну, наверное, все кругом вакцинируются, зачем мне тогда вакцинироваться? Зачем же мне это нужно? Или я не хочу вакцинироваться, потому что, скорее всего, я обойдусь и так. Как-то мне даже звонил один человек с хитрым вопросом, а можно ли дать не справку, что у меня фобия по маскам, поэтому я могу не носить маску. У меня в маске начинается панический приступ, поэтому дайте мне справку, что я могу обходиться без маски. Что мы еще рационально объясним? Можно рационально объяснить, почему мы будем нарушать какие-то правила. Потому что эти правила нам навязаны, потому что опять мы к заговору и нам рационально и логично сопротивляться заговор, то есть не следовать навязываем нам правила. Обычно это рациональность поверхностна. Почему это так называют рационализация, а не подлинная рациональность? Потому что это нечто иррациональное, подрациональность маскирующаяся. Защита всегда достаточно пытается справиться с чем-то иррациональным, с тем же страхом, например. Поэтому облечь сопротивление страху в некие якобы логические построения мы вполне можем. И люди могут рационализовать все что угодно. Ну кстати, например, те же зависимости по всей их разрушительности и полной иррациональной человек всегда может обосновать. Ну например, то, что меня до этого довели. Или если я не буду допустим пить, то я наверное сойду с ума, я не могу справиться со стрессом и так далее. Или когда допустим человек с хроническими проблемами алкоголизма говорит, ну а как мне не пить? У меня бизнес переговоры, я работаю с россиянами, а там если ты не пьешь, на тебя будут косы, потому что я какой-то очень неискренний человек, я просто должен пить, у меня не остается другого выхода. и так вовсе с множеством проблем человек всегда найдет некое оправдание псевдорациональное своим действиям. Ну что еще у нас есть? Еще у нас есть интеллектуализация. Это нечто более сложное, чем рационализация. Это когда для подтверждения необходимых тебе взглядов, которые для тебя защитой от реальности, ты будешь привлекать массу якобы очень сложных интеллектуальных построений. Ты можешь привлечь какие-то стройные научные теории, ты можешь привлечь стройные философские теории, ты можешь привлечь какие-то экскурсы в историю. Массу всего, чтобы вдруг объяснить простую вещь, что ты не должен носить маску, хотя закон этого требует, и что ты не должен смотреть социальное дистанцирование, хотя это краеугольный камень защиты от инфицирования себя или окружающих. И этому найдется множество теорий. Приведутся свободолюбивые философы 60-х годов и так далее. На звонок? Да, давайте послушаем. Добрый день, здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста, говорите. Я хотел уточнить, вот приводимые вами аргументы, они ведь, наверное, верны не только в случае, когда подстраиваешь теорию против, но и когда подстраиваешь теорию «за», и таким образом ваша стройная речь тоже вроде как становится объектом или субъектом критики антиковидников или наоборот? Наверное, я тоже могу использовать защиту, несомненно, я всего лишь человек, ничто человеческое мне не чуждо, но я не критикую антиковидников, я пытаюсь понять, с какими защитами мы пытаемся, мы пытаемся в Польше справиться с тем страхом и с той ситуацией, с которой мы столкнулись. На мой взгляд, исходя из моего профессионального опыта, который уже некоторое время как существует, мне кажется, эти вещи вполне очевидны. Вы, впрочем, вправе иметь свое мнение и наверняка оно будет аргументированным, особенно, если вы не скажете, что я продался фармфирмам или заграничным разведкам. Хорошо, что тогда делать, уж не знаю, на практике нашему, ну, обычному нашему слушателю, что в таких ситуациях вы, так я понимаю, обозначили четыре способа себя психологически защитить и вот последний интеллектуальный, мне кажется, он как-то более, ну, не знаю, подходит людям, которые слушают нашу радиостанцию и как-то попытаться, в любом случае, это, конечно же, защита, но для себя найти свой метод, как справиться действительно психологически в эти нелегкие пандемические дни, какой более перспективный для нашего слушателя подход? подход. Мы к этому чуть позже перейдем, Георгий. Тогда давайте послушаем звоночек. Здравствуйте. 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 Скажите, у меня такой вопрос, а вы врач, да? Я врач. Я просто подключился. Ну, и услышал от вас, вот, наверное, отрывок целого монолога по поводу тех, кто маску не может одевать. Вот, например, звоню вам, я точно не могу одевать маску. Я срываю, если это, не буду перечислять болезни, которые у меня накопились в моем возрасте, но это невыносимо, и поэтому я действительно получил справку от семейного врача. Вот скажите, есть какая-то, по вашему мнению, перспектива в правительстве как-то там, какой-нибудь пунктик в закончике написать, что есть исключение из правил? Или это невозможно, и правительство не пойдет, я заранее извиняюсь, не прошу вас решать за правительство, потому что просто ваше мнение хотелось бы услышать. Спасибо. Честно говоря, мне кажется, вот насколько, я тоже, увы, не молод и снабжен некоторым количеством хронических заболеваний, на которые люди ссылаются, когда они хотят носить маску. На мой взгляд, заболевания, где маску носить нельзя, ну, не знаю, наверное, какие-то, в такой, это, наверное, то состояние, в котором трудно выходить на улицу в принципе. Я думаю, вот сколько я имел дело с людьми, которые не в состоянии носить маски, те, кого я встречал, это скорее проблемы психологические, нежели физические. То есть, это люди, у которых возникает какое-то паническое ощущение, чувство страха, ощущение нехватки воздуха, хотя, судя по тому, что в этих масках, в каких-то костюмах врачи, медсёстры работают часами, и никто не умирает, наверное, всё-таки это... Я совершенно с вами согласен, что носить маску это не предел мечтаний, это неприятно, но вот когда ещё не ввели карантин, я лично вдруг посмотрел кино, был в киносессии, и прочел весь кино, всё кино в маске, а раньше представить себе не мог, что это было бы возможно. Оказалось, возможно. Первые пять минут, а потом привыкаешь. Правда, уши отваливаются через какое-то время. А надо маску по размеру носить. Ещё один звоночек, давайте послушаем. Здравствуйте. Добрый вечер. Я хочу ответить предыдущему, звонившему. Было разъяснение, что астматики, например, могут маски не носить, потому что у них приступ может быть ещё кто-то. Но надо носить справку тогда. То есть по медицинским показаниям. А вам спасибо за передачу. Спасибо вам за звоночек, спасибо, слушайте нас. Лариса, я рад вас слышать. Я, например, астматик, Лариса, и ношу маску. Я думал, что астматику, маска может у него уже началась какой-то приступ, есть при себе какие-то лекарства. Но вы понимаете, простую вещь, астматики являются уязвимой группой. То есть астматику заболеть коронавирусом достаточно неплохая идея, потому что там и так сейчас проблемы с дыханием, и астма один из факторов риска. поэтому, если ты астматик и не можешь носить маски, тогда тебе что-то надо, наверное, придумать, чтобы не рисковать своей жизнью. Мы все взрослые люди, мы имеем право решать, жить нам или умирать, наверное, но мне кажется, в этой ситуации, для меня это не со стороны, я скорее буду ходить в маске, чем буду ее избегать. А если ты астматик, на сегодняшний день я болею астмой с детства, с раннего, и я по себе знаю, не понаслышу, что современная терапия от астмы позволяет достаточно компенсированно жить. Я могу даже в спортивном зале заниматься в маске и не умирать при этом. Не то, что я пример для всех вокруг, но просто делюсь своим опытом. Очень активно у нас реагирует вы задержали на сегодняшнюю симу. Давайте послушаем еще один звоночек. Здравствуйте. Пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Я тоже врач. Я хочу ответить молодому человеку про маску. Нет таких заболеваний, при которых нельзя было выносить маску. Наоборот. Люди с лимонно-супрессивной терапией, с пересадкой легких, ходят в маске, потому что это безопасно и для них, и для, ну, скажем, в этом случае для окружающих. Если ваша семейная врач, вам выдала такую справку, значит, она некомпетентна или она вам выдала справку по вашему, так сказать, наживу, настоянию, или я не знаю, как это назвать. Я вообще не понимаю людей. Пандемия это страшная вещь. И столько, сколько вас требуется, всего лишь дистанцирование. о чем вообще вы сейчас говорите. Спасибо за ваше мнение, коллега. Спасибо большое. Это история о справке, что не носить маски, помню старый анекдот советских времен, что вышли новые законы и льготы для персональных пенсионеров. Им разрешено переходить дорогу на красный свет и заплывать за буйки. Да, ведь проблемы не ограничиваются действительно ношением маски, потому что они идут гораздо глубже. И мы сегодня говорим как раз о психическом, психологическом здоровье людей, которые в масках, не в масках, вынуждены сидеть дома на карантине, соблюдая дистанции. И вообще мир непонятно к чему идет. С каждым днем все становится как-то интереснее наблюдать. В кавычках. И непонятно, куда этот вектор направлен. Еще раз, чтобы тему с маской закрыть, я считаю, что если у вас возникает проблема с ношением маски, то или она чисто психологическая, какая-то тревога, паника, страх, и с этим надо справляться с помощью каких-то или методик саморегуляции, или медикаментозные помощи и так далее. В любом случае лучше справиться с тревогой, чем в реанимации справляться с последствиями COVID-19. Или, наверное, если вы совсем не можете носить маску, то вам, наверное, стоит быть отшельником, как Георгий, например. Очень хорошо. Или избегать общения с людьми, потому что, на самом деле, наверное, умереть куда страшнее, чем ходить в маске. Я из этого и схожу. Вот. О чём ещё мы можем говорить в этой ситуации? Кстати, есть такая защита, как соматизация. Ну, догонку. То есть, когда нам трудно справиться с какой-то психологической проблемой, у нас начинают появляться физические симптомы, которые перетягивают на себя всё наше внимание. Если я сейчас подумал, что если человек начинает носить маску, конечно, он задыхается и сейчас умрёт и так далее, и так далее, возможно, тоже та же самая соматизация вдруг возникает на пустом месте, скорее всего. Есть ощущение всемогущества и контроля, которое тоже является защитой. Вот мне кажется, мысль о том, что вся эта история затеяна некими корпорациями жидорептилоидами или ещё кем-нибудь, кто пытается меня замечательного обмануть, сжить со святого, запереть в концлагерь, чипировать и так далее, и так далее, это тоже такая иллюзия, что от тебя в этом мире так много зависит, что все тёмные силы объединились против тебя и хотят тебя сжить со святого. Ну, вот не желая задеть ничьё самолюбие, вот этот вопрос, который стоит себе периодически задавать, а кому и, собственно говоря, нужно. Он такой не очень приятный, но на самом деле все задаём, мы нужны очевидно нашим близким, людям, которым мы как-то связаны по работе, ну, возможно, мы нужны международному мировому капитализму как активные потребители. И мы нужны самим себе. Самим себе, само собой, хотя не все это осознают. Это на подсознательном уровне, так ли, иначе должно проявляться. Что нам делать с защитами? Это сложный вопрос, потому что, как я уже говорил, защиты бессознательны. А то, чего мы не осознаём, от этого очень трудно защищаться, потому что какой-то неведомый враг, как какой-нибудь, не знаю, шпион или ниндзя, который рядом с тобой, ты его не замечаешь. Поэтому, наверное, мы начинаем, когда мы делаем что-то от наших действий, кто-то скажет, по глупости, или по заблуждению, или ещё почему-то, нам становится только хуже, когда мы задаёмся вопросом, почему же мы поступаем в ущерб себе, ну вот, наверное, находим повод не носить маски. Я только что подумал, представился образ спецназовца, который приходит, подсказывает справку, мне нельзя носить бронежилет, мне в нём дышать тяжело, пойду-ка я надел их без бронежилета. Вот с маской примерно та же история. Так вот, если мы осознаём, что наши действия приносят нам ущерб, и мы искренне поймём, почему же, мы не хотели себе принять, мы хотели себе позаботиться, а получилось совершенно наоборот. Так вот, если наша якобы рациональность приводит к иррациональности, к ущербу, к страданию, наверное, стоит у нас что-то не то. Но диагностировать защиты скорее сможет какой-то специалист, чем вы по книжке или как-то иначе. Насколько я видел по Фейсбуку, сейчас огромное количество специалистов, психологов и психотерапевтов, которых даже на их аватарке в соцсетях есть надпись «психотерапия онлайн». То есть вам на сегодняшний не нужно нарушать социальное дистанцирование, вы даже можете аллилуйя не надевать маску и общаться с кем-то онлайн. То есть я думаю, что задаться вопросом почему я отрицаю очевидно или почему я действую себе во вред или мне об этом все говорят и возможно в этом мнении всех есть какое-то рациональное зерно. По крайней мере стоит к себе прислушаться. Если мы находим себе под всеми этими наслоениями страх, тревогу, ощущение надвигающей катастрофы или уж мы пытаемся справиться хоть как-то. Мы люди, мы живем мало, тела наши хрупкие, уязвимые и страх наш понятен. К счастью, это не чума, когда вымерло пол Европы и вообще пол мира, но тем не менее. Мне кажется, да, бояться не стыдно, бояться смерти не стыдно, бояться того, что существует близкими, не стыдно, бояться того, что погибнет твой бизнес, тоже не стыдно. Но когда мы от этих страхов прячемся за некие иррациональные защиты, мы в итоге себе вредим. И это, мне кажется, стоит для себя принять, потому что любой слушатель может после нашей передачи загуглить фразу психологической защиты личности, и на вас выльется просто море информации намного больше, чем мы успели втиснуть в нашу городскую передачу. Скажите, возможно вообще как-то управлять этими психологическими, подсознательными этими процессами, управлять осознанно, если я вдруг в какой-то момент начинаю понимать, что это всего лишь мои страхи, и у меня есть какие-то возможности с ними бороться и делать это осознанно рационально, или это невозможно? Ну, я думаю, полностью наше бессознательное мы осознать не в состоянии. Проконтролировать. Любая психотерапевт, ну, контролировать, мы не осознаём. Да. Проконтролировать то, чего мы не осознаём, это понятно. Я думаю, что до какой-то степени, если глубоко изучить предмет, может помочь самоанализ, узнать, если что-то новое расширить, но у него будет некий предел. Наверное, самоанализ, когда ему придаётся профессиональный, психотерапевт или психолог будет глубже, чем самоанализ обычного человека, непрофессионала. Но и у него будет свой предел. Поэтому, обычно цель, одна из целей психотерапии, это расширить своё я, свою осознанную часть за счёт своего бессознательного. И, наверное, если обязательно вся частью терапии будет анализ защитных механизмов и анализ понимания, где почему мы, пытаясь себя защитить, в итоге себе вредим. Вот ещё раз напоследок. Если вы видите, что ваши защитные миры вам вредят, то что-то вы делаете не так. Возможно, стоит поговорить с каким-нибудь умным человеком, профессионалом в своей сфере, чтобы понять, так ли это, или вы молодец и всё у вас замечательно. Ну что ж, в завершении нашей беседы хотелось бы пожелать нашему радиослушателю как-то пытаться себя осознавать, делать это, ну, в любом случае, делать это очень полезно и не только в процессе, в период пандемии, но и в процессе всей своей жизни. Ещё раз хочу напомнить, спасибо огромное за беседу сегодня. У нас психиатр и психотерапевт Резник Мартов. Что можно было бы сказать в завершении? Тогда уже осталось буквально на несколько минут. Берегите себя. Да. Мне больше нечего сказать. Здоровья, друзья мои, до следующего понедельника. Спасибо большое за беседу. Всего доброго. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok